Более. Так, присоединились, присоединились. Так, вижу, что вы присоединяетесь. Круто. Видимо, была какая-то ошибка. Да, я вижу, 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 что все присоединяются потихонечку. Здравствуйте, Синаида. Так, всех вижу. Так, ну что, я, наверное, буду продолжать. Все потихонечку будут присоединяться, те, кто отсоединился. Итак, я уже, как я уже сказала, в какой-то определенный момент времени я просто-напросто поняла, что как раз-таки именно я сама могу выбирать, как будет складываться моя жизнь. Будет ли она проходить в страданиях, или же я буду каждый день выбирать естественную, природную радость, которая дана каждому человеку. Естественно, я не могла к этому состоянию прийти просто так. То есть, как я еще раз говорю, это только жизненный опыт. Больше ничего. Как я уже повторилась уже неоднократно, что я читала всевозможные книги, духовного содержания, всякие книги по психологии, для того, чтобы понять, для того, чтобы эту истину внутри себя наконец-таки каким-то образом начать расшифровывать. И одна книга, которая меня очень сильно вдохновила, это книга одной женщины-буддистки, которая просто в какой-то момент, она просто перевернула мое сознание. Это было на даче, я просто села, открыла ее, начала ее читать. Потом, если вам будет интересно, я вам скину ссылку на эту книгу. И у меня начали открываться какие-то определенные истины. Так вот, почему я выбрала тему, еще раз говорю, тему «Простите, отпустите, не привязываться». Потому что я вам так скажу, друзья мои, что мы не можем прощать лишь только по одной простой причине, что в первую очередь мы никогда не можем простить себя. Когда мы не можем простить и принять себя, мы не можем простить и принять кого-то еще. 24 часа в сутки мы с вами думаем, и 24 часа в сутки мы с вами чего-то желаем. И каждый из нас обладает таким чувством, как чувство неполноценности. Хочу вам сразу же зачитать. Если в нас есть изъян, как мы можем быть частью сообщества, быть своими? Это порочный круг. Чем сильнее наше чувство неполноценности, тем острее мы ощущаем свою изолированность и уязвимость. Вот странно, да, казалось бы, почему у человека есть чувство неполноценности? Откуда оно берется? А чувство неполноценности у нас часто всего берется от непринятия себя. Потому что 24 часа в сутки мы варимся в композе из собственных мыслей. И отчего у человека чаще всего происходит страдание? Страдание у человека происходит потому, что 24 часа в сутки мы с вами чего-то желаем, и 24 часа в сутки мы с вами к чему-то стремимся. Мы не можем избавиться от своих желаний. А когда мы с вами желаем, мы всегда ждем результат. Мы всегда имеем какую-то определенную надежду. Мы всегда надеемся и мы всегда ждем результат от того, что мы с вами желаем. И в конечном итоге, когда наши желания не соответствуют нашим ожиданиям, то есть когда результат является какого-то рода провальным, мы начинаем из этого, какой делать вывод, что, блин, опять не получилось, и мы начинаем в этом во всем вариться, начинаем в этом состоянии страдать. И это свойственно каждому человеку, понимаете? Если вы сейчас посмотрите на всю свою жизнь, то вы поймете, что так все в жизни и складывается. Я хочу то, я хочу это, я хочу вот так, я хочу вот с этим и вот с этим. И в конечном итоге желания всегда рушатся. Часто так бывает. Либо если какие-то желания осуществляются, проходит какой-то промежуток времени, и нас уже эта ситуация, как всегда, не удовлетворяет, мы начинаем опять чего-то желать. Это естественная природа человека, то есть когда мы все время находимся вот в этом вот потоке. Теперь я бы хотела задеть такую тему, как несовершенство. Несовершенство – это наша личная проблема. Это естественная часть жизни. Мы все попадаем в сети желаний и страхов, действуем неосознанно, болеем и стареем. А вот если расслабиться и принять наше несовершенство, мы больше не будем упускать мгновения жизни, стараясь стать другими. Вот знаете, самое интересное заключается в том, что 24 часа в сутки мы всегда находимся в состоянии идентификации. Дома мы являемся дочерьми, мы являемся… Я дочь, я сын, я родитель, я менеджер на работе, я секретарь, я преподаватель по йоге. И мы всегда находимся в состоянии какой-то идентификации. И в этом состоянии мы всегда играем какую-то роль. Это происходит постоянно. И, исходя из этого, мы двигаемся. То есть мы постоянно надеваем какую-то маску, и в этом состоянии мы постоянно играем какую-то роль. И когда мы начинаем заигрываться в какой-то момент времени, мы просто перестаем осознавать свою истинную природу. Мы перестаем осознавать истинную природу вещей. И, естественно, эти желания, которые в нас есть, их становится с каждым разом все больше. В каждой идентификации мы все время чего-то желаем. В идентификации родителей мы желаем, чтобы наши дети нас слушали. В идентификации, не знаю, руководителей на работе мы желаем, чтобы наши сотрудники выполняли грамотно наши поручения. Если мы наемные работники, мы все время желаем, чтобы у нас была хорошая зарплата, нас там постоянно хвалили, никогда никаких жалоб на нас не было. И так далее и тому подобное. И чем больше идентификации, тем больше желаний. И, как вы понимаете, чем больше желаний, тем, по сути, больше страданий. Потому что любое желание, оно всегда, рано или поздно, заканчивается разочарованием. Потому что внутри каждого человека всегда есть надежда на то, как должно быть. Внутри каждого человека есть состояние так называемой иллюзии. То есть каждый раз, когда вы чего-то желаете, вы всегда теплите какую-то надежду о том, как это должно выглядеть. Как я уже сейчас сказала, мы выполняем большое количество ролей в течение даже того же самого дня. И все эти роли, они подкрепляются вот этими вот желаниями и неоправданными надеждами. И вот это вот состояние, оно просто является уже для нас естественным. Особенно если мы живем в городе и идентификаций этих все больше и больше. И все, и мы в них варимся, и мы думаем, что вообще как бы это и есть наша жизнь. Постоянно решать проблемы. Постоянно решать проблемы для нас становится естественным образом жизни. Понимаете? И когда вот эта вот такая цикличность жизни нас уже максимально захватывает, мы уже не можем просто расслабиться. Иногда, когда меня спрашивают, что такое медитация, я говорю, вы знаете, медитация для вас это не идти вглубь себя. Это просто не идти наружу. Удивительно, да? Медитация, когда вы не идете наружу. О чем это говорит? О том, что вот этот карантин, который нам сейчас дан, это как раз прямая возможность о том, чтобы по сути не идти наружу. То есть мы сократили поле своей деятельности, мы сократили поле своих идентификаций. И по сути у нас есть прекрасная возможность для того, чтобы наконец-то расслабиться, для того, чтобы наконец-то сесть, сделать вдох-выдох и понять, кто я на самом деле и для чего я просто сюда пришел. То есть максимально снизить свою активность, максимально снизить в какой-то степени даже свое информационное поле. Для некоторых людей, которые привыкли вот к тому, что сейчас происходит, да, привет, Ален, для них это тоже становится в какой-то степени страдание. А знаете почему? Потому что за вот этой вереницей последовательности дел мы забываемся в какой-то степени. И нам кажется, что нам так легче, нам так легче переносить реальность. Вот сейчас я заметила, да, многие говорят, что сейчас количество разводов начинает увеличиваться, да, потому что люди сейчас начинают лоб в лоб жить дома, начинают смотреть в друг друга, и они в какой-то степени уже просто не готовы друг друга воспринимать. И тогда они думают, блин, все, я не могу с этим человеком жить, я просто не могу, я просто не хочу его видеть, потому что как вообще можно с ними находиться. И у меня тоже такое состояние было, и я уверена, что многие из вас эти состояния проживают. Но на самом деле все всегда кроется только у нас самих. Если мы не принимаем и не воспринимаем кого-то рядом с собой, то мы в первую очередь обманываем сами себя. Представьте себе удивительную связь, да, но так оно и есть. То есть тот момент, когда вам кажется, что весь мир настроен против вас, это в первую очередь говорит о том, что вы не смотрите в себя. За всеми вот этими идентификациями, за всеми вот этими ролями мы активно прячемся от самих себя, и мы не можем расслабиться. И когда мы находимся в состоянии вот этого карантина, в состоянии вот этой, можно так сказать, изоляции, а на самом деле это не изоляция, это просто жизнь. Когда вы можете просто существовать, мы начинаем беспокоиться и придумываем себе кучу разных вариантов, как себя отвлечь от самих себя. И что происходит? Когда мы находимся дома, и рядом с нами есть какие-то люди, мы перекидываем на них вот это состояние своей агрессии, неудовлетворенности с жизнью и так далее. И эти люди становятся для нас, как, знаете, в какой-то степени боксерская игрушка, потому что мы знаем, что мы можем высказать им это, можем перекинуть на них свое состояние и вроде бы как немножечко забыться. Но если вы начнете все больше и больше углубляться в тему любых отношений, я вам так могу сказать, конфликт никогда не происходит, когда человек находится в состоянии осознанности. Наши конфликты находятся только тогда, когда мы начинаем погружаться в состояние своих мыслей. В моменте настоящего на самом деле конфликта как такового нет. Это очень глубокая тема, и разбирать ее можно очень долго. Но вот вы знаете, вот эти ожидания, они на самом деле, конечно же, иллюзорны, потому что я всегда привожу этот пример с Борисом Гребничковым. Мне очень нравится, как он сказал, когда вы приходите в сад и вы сажаете, допустим, малину, и в какой-то момент вы понимаете, что вы за ней ухаживаете, делаете все для того, чтобы она была вкусная, мечтаете об этих спелых плодах, об этих ягодах, мечтаете о том, чтобы вы сварите варенье из этой малины. Ну, в общем-то, вы уже там напланировали с ней кучу всего. Бах! А на месте этой малины вырастает ежевика. И она такая кислая, и она такая совсем другая. И вы можете представить себя, как вы бьете ногами куст ежевики и говорите, ах ты козел, почему ты, блин, не малина? Вот то же самое происходит каждый день. Каждый день, когда мы недовлетворены тем, что происходит, виноват не тот человек и не те обстоятельства, а виноваты мы, потому что мы построили такие ожидания относительно той или иной ситуации или относительно того или иного человека. И поэтому, когда мы находимся в запутанности чувств, когда мы находимся регулярно в запутанности своих мыслей, простите, пожалуйста, у меня один единственный вопрос, как мы можем простить кого-то рядом с собой, если мы тупо не можем принять и понять самих себя. Вот это является корнем всех наших проблем. Поэтому я еще раз говорю, наш ум является корнем нашей нирваны и наш ум является корнем нашей сансары, потому что мы сами выбираем, крутиться ли нам вот в этих идентификациях 24 часа в сутки или наконец-то расслабиться и начать жить. Вот с этого я хотела начать сегодняшнюю тему. Вот именно с этого, для того, чтобы вы понимали как бы само зерно, да, откуда все это берется, то есть почему мы так живем, почему в нашей жизни происходят те или иные, как мы считаем, проблемы. Итак, теперь то, что касается нас самих. Как я уже сказала, мы являемся результатом деятельности своего ума и мы являемся результатом деятельности своих мыслей. Поэтому, как бы ни было странно для вас сейчас, но все, что вы имеете, всех родственников, которые находятся рядом с вами, место даже, в котором вы живете, ваше тело, ваше состояние ума, каждое ваше действие, оно обусловлено одним единственным. Это ваш ум. Ваш ум формирует вашу реальность каждый день, каждую секунду вашего пребывания на планете Земля. И, естественно, из жизни в жизнь мы, как на жесткий диск, записывая определенную информацию, переносим вот эти состояния из жизни в жизнь. И вот то, что сейчас вы имеете, все вот эти заслуги или, как вы думаете, проклятие, на самом деле мы все это делаем сами. И жизнь человеку дана для того, чтобы он просто понял, как это действует на самом деле, как это действует напрямую, как каждый день вы сами выбираете сценарий своего собственного кино, как вы являетесь и режиссером этого кино, как вы являетесь и главным актером этого кино, так же вы еще и являетесь самим кинотеатром, в котором идет это кино. Удивительно на самом деле, но когда ты начинаешь понимать это, ты перестаешь обижаться и злиться на кого-то. Потому что мне вот недавно задали, да, такой вопрос. Как я могу простить человека, который бросил семью, и человека, который бросил детей? А вот так, потому что на самом деле, представьте себе, странно, да, казалось бы, очень, может быть, для кого-то это сейчас покажется драматичным, но так и есть. По сути, никто никому ничего не должен, ребят, в этой жизни. Понимаете? И те люди, которых мы выбираем, мы тоже выбираем их не просто так, а для того, чтобы чему-то научиться. Каждый человек в нашей жизни – это учитель, и каждый человек выполняет определенную роль. Чаще всего наши родственники, которые находятся рядом с нами, это те самые учителя, которые погружают нас в состояние страдания, между прочим. Редко, когда наши родственники могут нас очень сильно радовать. И часто говорят тогда, что семейная жизнь, она в основном не для радости, она для осознанности, для проработки, для понимания того, для чего мы сюда вообще приходим. Желание и страх – это естественные энергии, предназначенные эволюцией для нашей безопасности и размножения. Но когда они становятся основой нашей идентичности, мы теряем из виду полноту жизни. Мы начинаем жить идентификациями и воспринимаем себя отдельно от остального мира. Да, потому что вот эта цепочка, когда я ее просмотрела, сейчас я буду еще смотреть сюда, чтобы не запутаться, чтобы не терять мысль свою, да? Вот эта цепочка, когда я ее просмотрела, я стала пробовать это все проживать на самом деле. Потому что вот как все действует, да? Вот если в нас есть какой-то изъян, как мы можем быть частью общества? Мы часто так думаем, да? Как мы можем быть своими? Ведь это порочный круг. Чем сильнее наши чувства неполноценности, тем острее мы ощущаем свою изолированность и уязвимость. И отсюда приходит ощущение страха. Страх, как следствие, всегда приводит к страданиям. Помимо того, что страх – это способ, так называемый, самосохранения, да, который генетически у нас заложен, большую часть жизни мы с вами живем страхами. Меньшую часть жизни мы с вами живем состоянием искренности. Потому что вот так вот просто взять, распахнуться и быть собой на самом деле не так просто. На самом деле не так просто принять, что никто никому ничего не должен, да? И страшно иногда поделиться со своими близкими и родными своими настоящими мыслями. Страшно поделиться со своими близкими и родными своими настоящими чувствами и эмоциями. И мы всегда чувствуем себя уязвимыми. И мы всегда в этом состоянии неполноценности начинаем страдать. Потому что, Мы всегда боимся кому-то не угодить по жизни. На работе мы боимся не угодить своему начальству, дома мы боимся не угодить своим родственникам, с детьми мы боимся быть не самыми хорошими родителями. Мы часто чувствуем это состояние какой-то определенной критики. Когда мы разводимся, мы всегда чувствуем это состояние неполноценности. Значит, я какой-то не такой. Я какой-то не такой, что я развелся, во мне большое количество изъянов, поэтому у меня вот так вот все. Когда мы ссоримся в семье, мы все время думаем, что я какой-то не такой. Люди вокруг меня, естественно, тоже сразу становятся какими-то не такими. И вообще вся жизнь в конечном итоге – это просто какой-то ужас, это просто какой-то кошмар. Сбежать от себя и своего изъяна – это то, чем мы занимаемся. Вот на самом деле странно, казалось бы, но есть изъяны, есть. Зачем от него бежать? Вот вы сейчас можете так подумать. Но иногда мы даже не замечаем, во что мы сбегаем от своих изъянов, ребят. И почему мы называем это изъянами. Вот представьте себе, трудоголик – это тот человек, который бежит от своего чувства неполноценности в работу, в идентификацию. Я там менеджер, я там управляющий, я там, не знаю, кто угодно. Я работаю, я не думаю ни о чем, все хорошо. Кто-то сбегает от чувства неполноценности, от своих изъянов в алкоголь, в зависимость какую-то, в наркоманию, в постоянную какую-то драму в отношениях. То есть мы постоянно ищем, где можно вот этот вот страх реализовать в какое-либо действие. Вот это – это такая тонкая грань, и мне бы хотелось, чтобы вы поняли, как строится эта цепочка. Чувство неполноценности, желание не угодить, страх, и обязательно от этого страха сбежать в какую-то зависимость. У каждого человека зависимость своя. Каждый человек выбирает свою зависимость. И, кстати, вот часто зависимость может быть даже интернет. Вот, допустим, я много раз за собой замечала, что когда мне что-то не устраивает, даже в тех же самых отношениях, взаимодействиях, я там не пью, не курю, да, вроде как практикую йогу, но я тогда сбегаю в интернет или я сбегаю в какие-то книги, в общем-то, еще куда-то, лишь бы только не смотреть. Лишь бы только не смотреть в свое истинное состояние. Потому что я всегда думаю, что там сидит мой страх, что там всегда сидит мое напряжение. Мы не осознаем, что существуют другие варианты и что всегда есть выбор. И на самом деле, ребят, это состояние, о котором я вам сейчас говорю, оно называется транс-неполноценности. Сейчас я вам буду зачитывать некоторые штуки из этой книги, да, которую я читаю и которая каким-то образом открывает мне по-новому реальность. Транс-неполноценности усиливается, когда мы сталкиваемся с трудностями, и жизнь выходит из-под контроля. Мы можем решить, что наши физические болезни или эмоциональная подавленность, наша собственная вина – результат плохих генов или недостатки дисциплины и силы воли. Приходим к выводу, что потери работы или болезненный развод – результат наших недостатков. Если бы мы только справились лучше или были другими, то все было бы хорошо. И хотя мы можем переложить вину на кого-то другого, все равно мы негласно виним себя за то, что вообще оказались в такой ситуации. Даже если с нами все в порядке, но кто-то близкий и нам испытывает страдания и боль, например, наш партнер или ребенок, мы считаем, это дополнительным доказательством нашей несостоятельности и неполноценности. У одной женщины, с которой я работала как психотерапевт, был 13-летний сын с синдромом дефицита внимания. Она испробовала все, что могла – врачи, диеты, иглоукалывание, любовь. И все равно он не успевал в школе, чувствовал себя социально изолированным, неудачником. Из-за боли и раздражения у него часто случались вспышки гнева. Несмотря на ее любящие усилия, они жили в мучительном ощущении того, что она делает недостаточно для сына и должна стараться лучше. То есть, вы понимаете, вот сейчас здесь еще раз показано, что человек не хотел смотреть в ситуацию реальную. Всеми способами мы пытаемся всегда убежать от себя настоящих, куда угодно, во что угодно, лишь бы только не смотреть в то, что с нами происходит на самом деле. Понимаете? И вот знаете, есть еще такое выражение «спрятаться за духовностью». Вот я сейчас вам скажу честно, у меня было даже такое состояние. Я пыталась спрятаться за духовностью, думала, что духовность спасет от меня всех проблем. Если сейчас среди вас есть люди, которые за что-то когда-то прятались, напишите мне или покажите мне, что то, о чем я сейчас говорю, где-то вам отзывается. Потому что на самом деле мы всегда куда-то бежим. Мы всегда каким-то образом пытаемся от своего истинного внутреннего состояния, которое мы на самом деле испытываем, сбежать. Транс-несполноценности также может принимать другую форму. Как она проявляется? Допустим, когда мы, наоборот, постоянно хотим войти в это состояние так называемого мнимого позитива. «А, ребята, у меня все хорошо, у меня все хорошо, я чувствую себя прекрасно, я должен веселиться, я должен улыбаться. Несмотря ни на что, я всегда буду радоваться и улыбаться». То есть не признание того, что там происходит, просто буду радоваться и улыбаться. И в конечном итоге я часто видела таких людей, которые все время радовались и улыбались, а потом почему-то у них случались невероятные срывы. Это все происходит от того, что мы не хотим заглянуть в истинное лицо своего существования. И, как я уже сказала, вот этот карантин на самом деле, может быть, даже кого-то не то чтобы насильно, но просто каким-то естественным образом этот карантин погрузил в это состояние, что ты никуда не можешь деться от себя настоящего, от того, кто ты сейчас. И у тебя, в принципе, в какой-то момент просто понимаешь, что у тебя нет возможности быть кем-то другим. И вот почему сейчас говорят, что люди переходят абсолютно в новую матрицу? Да потому что вот сейчас как раз и начинается вот это вот вскрытие, вскрытие, когда каждый человек просто в какой-то момент начинает честно смотреть в то, что с ним происходит. И с чего же вообще начинается вот это духовное пробуждение в каждом из нас? Духовное пробуждение — это процесс познания наших неотъемлемых, хороших качеств. Вот вы знаете, в каждом человеке есть хорошие качества на самом деле. Потому что многие люди, они вот так и делают, они бегут от себя, они не принимают себя, и они все время хотят стать лучше, стать успешнее, стать богаче, стать известнее, все что угодно. Но они никогда не могут принять то, что есть на самом деле. И поэтому это очень важно в какой-то момент просто сесть и вот знаете, честно, вот прям взять лист обычный, взять ручку и написать свои самые обыкновенные, хорошие качества, которые вы на данный момент в себе можете признать. Понимаете, с самого детства каждый человек из нас, каждый человек ранен, потому что планета Земля — это планета, куда мы с вами приходим учиться. И те, кто находятся рядом с нами, они нам помогают это делать. Они ведут нас самыми такими необыкновенными тропами к нам самим, и порой этот опыт, он не всегда простой. Но сейчас очень важно быть каждому человеку честным с самим собой. И сейчас очень важно просто-напросто сесть, успокоиться и принять себя, написав или просто проговорив свои какие-то хорошие стороны, признать, что они у вас есть. Вот с этого и начинается принятие. Потому что если все время к чему-то стремиться, если все время стремиться к тому, чтобы быть самым хорошим, самым лучшим, самым красивым, самым сильным, самым успешным, теряется суть, теряется зерно, теряется естественное состояние. Просто пребывание, оно может дать вам гораздо больше. Просто состояние покоя. Просто сесть и сказать. У меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть сердце. Я чувствую любовь вот к этим и вот к этим людям. Я чувствую сострадание вот к этому человеку. У меня есть искреннее желание кому-то помогать. Я чувствую, что я действительно устал. Понимаете? Вот такие вещи. Потому что иногда, если вы просто не признаете в себе ничего хорошего и все время живете в состоянии вот этого страха, вот в этом состоянии неполноценности, задайте себе главный вопрос. Как вы можете принять кого-то рядом с вами? Как вы можете вообще кого-то считать полноценным? Если вы только что и делаете, стремитесь к чему-то еще. Вы постоянно себе задаете какую-то высоту, но не можете находиться вот в этом просто состоянии, вот просто в состоянии покоя. Вот с этого все начинается. То есть когда человек просто обнаруживает в себе себя. И, конечно же, нам всегда передаются вот эти состояния наших родителей. То есть если родители ранены, если родители себя не принимали, если родители себя всю жизнь обвинили, то, естественно, мы тоже вырастаем такими же. Мы всегда вырастаем с каким-то чувством вины. Мы постоянно к чему-то стремимся, потому что у нас там есть какие-то внутренние страхи, что-то не успеть, где-то не заработать, не удовлетворить надежды тех же самых наших родителей и так далее. То есть вот это состояние беспокойства, вот это, понимаете, мелькание в окошке, я его называю, когда мы едем в поезде, вот это постоянно, оно будет 24 часа в сутки нас преследовать. И оно не будет нам просто давать возможности принимать жизнь такую, какая она есть. Как мы можем взаимодействовать с кем? Вот это очень важный такой момент, который нужно в себе принять. Или вот элементарно, да, как, допустим, человек может бросить пить, если он не может признать, что у него это есть. Понимаете? И признать, что да, у него есть эта зависимость. И не надо вот этому, понимаете, какую-то плохую или хорошую какую-то сторону задавать. Потому что, понимаете, я вам одну вещь могу сказать. Сознание, процесс сознания – это всецелый процесс. В нём нет ничего плохого или хорошего. Сознание, по сути, никогда и ни от чего не отворачивается. Сознание всегда воспринимает всю реальность такой, какая она есть. И если это произошло, это произошло, понимаете? То есть это просто результат деятельности вашего ума. Не надо окрашивать ничего в плохое или в хорошее. Когда вы смотрите на своё тело, и вы чувствуете состояние недовольства, просто сделайте вдох-выдох и примите своё тело таким, какое оно есть. В конечном итоге вам с этим телом жить до конца дней. И оно выполняет главные функции, понимаете? Оно выводит всё лишнее из вашего организма. Оно перерабатывает пищу. У вас есть центральная нервная система, которая всё воспринимает вокруг. Вы чувствуете, вы ощущаете, вы слышите, вы живёте. По сути, это ваш храм. И каким бы ваше тело ни было, ваша основная задача – просто в конечном итоге его обнаружить, принять. Я даже сейчас не говорю, заметьте, про состояние полюбить. Я вам просто говорю о том, чтобы принять, понимаете? Потому что когда человек принимает, удивительные вещи происходят. А когда человек не принимает, то всё… Вот знаете, кстати, недавно был такой случай, не знаю, видели ли вы в интернете, когда одного тренера в фитнес-клубе уволили за то, что он сделал фотографию очень полной девушки, которая бегала по дорожке. Он разместил эту фотографию в интернете и написал, а не съест ли она нас всех. Почему? Потому что у него в уме есть определённая планка. У него идентификация «я тренер, у меня крутое тело, у неё оно не крутое, значит, я её не принимаю». Вы понимаете? И в его жизни всё будет так. Он никого не будет принимать. А знаете почему? Потому что он себя не принимает. Потому что он всю жизнь стремится стать лучше, стать успешнее, стать известнее, стать продуктивнее, стать прекраснее. Он всё время к чему-то стремится. Он не может просто успокоиться и всё принять как есть. Вот это вот, вот это очень важный момент. И, естественно, он идёт с самого детства. То есть непринятие идёт с детства. Но ваша основная задача – не перекидывать ничего на ваших родителей, не перекидывать ничего на тех людей, которые находятся рядом с вами, не перекидывать ничего на ваших мужей или жён, которые с вами развелись, ребят. Потому что в первую очередь вопрос всегда стоит только в нас. Если нет принятия того, что происходит с нами, или если нет принятия той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, по сути, то у вас не будет принятия нигде. Может быть, для вас я сейчас говорю какие-то странные вещи, но я вам честно говорю, так работает Вселенная, так работает институт под названием «Земля». Мы готовы на всё, что угодно, лишь бы избежать боли, вызванной чувством собственной никчёмности. Каждый раз, когда наши недостатки становятся видны нам или другим, мы реагируем, обеспокоенно пытаясь прикрыть свою ноготу, как Адам и Ева после изгнания. С течением лет каждый из нас разрабатывает стратегии, признанные замаскировать и исправить наши недостатки. Мы участвуем в одном проекте по самосовершенствованию за другим, стремясь соответствовать стандартам совершенного тела и образа, которые навязывают нам средства массовой информации. Мы закрашиваем седину, делаем лифтинг лица, постоянно сидим на диете, добиваемся повышения на работе, ходим в спортзал, записываемся на курсы по углубленному изучению тех или иных вещей, медитируем, составляем списки, работаем волонтёрами, посещаем мастер-классы. Безусловно, любое из тех занятий может быть вполне полезным и здоровым времяпрепровождением, но часто за ним стоит подсознательное чувство неполноценности. Вместо расслабления и наслаждения тем, кто мы есть, мы сравниваем себя с идеалом и пытаемся приблизиться к нему. Я уверена, что то, о чём я сейчас говорю, пронизывает жизнь каждого из вас тем или иным образом. Поэтому, когда вопрос касается образа жизни, то есть это та тема, которую я там написала, когда я говорю о той теме, которая касается взаимоотношений, когда я говорила о теме зависти, это тоже напрямую связано, когда я говорила о теме непринятия себя и о теме прощения и отпускания – это всё об одном и том же. В первую очередь, это о принятии себя и той ситуации, в которой вы находитесь именно сейчас, именно в этот момент и в этом месте. И очень важно понять, что быть всё время занятым – это разрешённый обществом способ дистанцироваться от боли. Вы знаете, когда я это поняла, в какой-то момент мне стало даже немного дурно. А знаете, как я это поняла? Я просто искала какие-то документы, которые мне были нужны, и когда я открыла свой шкаф и увидела вот это невероятное количество дипломов, которые я там каким-то образом получила, я поняла, что 90% времени я только этим и занималась. Я стремилась стать лучше, эффективнее, прекраснее, замечательней. Но я, когда уже вот эти все книги, да, там стала читать, когда я стала погружаться в свои вот эти истинные состояния, я стала понимать, что вот именно от себя-то я всю жизнь не убегаю. Я не могу просто расслабиться. Я иду занятия по йоге. Я всё время пытаюсь доказать, что я могу завязаться в такой-такой узел, что я могу работать и преподавать по 5-6 уроков в день, что я могу, 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 могу. А кто я на самом деле во всём этом? Когда я задала себе эти вопросы, в какой-то момент я почувствовала себя очень уязвимой, потому что, извините, но получается, что всю жизнь я убегала от боли, я не хотела смотреть в боль. А у меня один вопрос возник к самой себе. Если я не смотрю в свою боль, если я не смотрю в причину того, что со мной происходит, как я могу приблизиться к состоянию гармонии? Просто как? По сути, оказалось, что это невозможно. Мы сосредотачиваемся на недостатках других людей. Есть поговорка, что мир делится на людей, которые думают, что правы. Чем большую неудовлетворенность мы ощущаем, тем нам сложнее признать свои недостатки. Обвиняя других, временно облегчаем для себя груз неудачи. Болезненная правда заключается в том, что все эти стратегии лишь усиливают ту неуверенность в себе, которая подкрепляет транс неполноценности. Чем больше историй мы рассказываем себе о возможной неудаче или о том, что не так с нами и другими людьми, тем глубже становятся канавки, нейронные пути, которые формируют чувство неполноценности. Каждый раз, когда мы скрываем свое поражение, мы подкрепляем страх собственной несостоятельности. Стремясь впечатлить или превзойти других, мы лишь усиливаем основополагающее убеждение, что они достаточно хороши. Это значит, что в нашей жизни нет места здоровой конкуренции, что мы не можем прилагать искренние усилия на работе и получать заслуженное признание и испытывать удовольствие от собственного профессионализма. Но когда в основе наших усилий лежит страх своего несовершенства, мы лишь усугубляем транс неполноценности. Ребят, на самом деле это очень глубокая, может быть, даже очень глубокая тема, которую я сегодня затронула. Но точка невозврата – это только мы с вами. Поэтому в первую очередь хочется заглянуть в учение Будды, который сказал, что страдания существуют, что есть причины страданий, что страдания могут быть прекращены и что есть метод по прекращению этих страданий. И я сразу же вам скажу, что важно в первую очередь обнаружить, есть ли в каждом из вас то, о чем я сейчас здесь целый час фактически говорила. А ощущаете ли вы в себе то, что я сейчас прочитала или произнесла? Если это есть, если эти страдания в каждом из вас есть, и вы понимаете, что каждый день вы сталкиваетесь с вот этим чувством неполноценности, то мой главный совет – это посмотреть в это. Это не бежать от этого. Не бежать от этого в улучшение своих профессиональных способностей, не бежать в создании еще какой-либо идентификации, не скидывать это состояние на каких-то людей, не винить тех, кто от вас ушел или от тех, кто собирается от вас уйти. И самое главное – это не винить себя. То, что я вам уже сказала, сознание ни от чего не отворачивается. Не нужно ничему придавать вот эту вот окраску, плохо или хорошо. Пожалуйста, просто расслабьтесь и обнаружьте все, что есть. Не надо делать из этого трагедию, потому что только вы выбираете. Трагедия – это или драма. Понимаете? С одной стороны, когда человек лежит на операции, это уже, по сути, в какой-то степени трагедия. Когда врач разрезает тело и достает оттуда так называемую проблему, по сути, это для кого-то может показаться трагедией. Когда проблема устранена, и человек начинает выздоравливать, это может стать причиной счастья. Но, по сути, все, что происходит, это просто причинно-следственная связь. Мы все приходим сюда, и мы все уходим отсюда. И главная задача – просто обнаружить основу, просто понять, для чего мы сюда пришли. В нашей жизни никогда ничего не происходит почему-то. Все происходит ровно, так, как вы допускаете. Мы каждый день засеваем семена нашего с вами будущего. Мы каждый день это делаем. Каждый день. Понимаете? Каждый день вы засеваете семена того, что с вами будет происходить завтра. И очень важно понять, что все ваши желания подкреплены ожиданиями, результатами. А когда вы ждете результат, вы в какой-то степени привязаны. А ваша привязанность, степень вашей привязанности сегодня – это степень вашего страдания завтра. Поэтому самое главное, что я вам предлагаю сейчас, это просто расслабиться. Просто обнаружить все, что сейчас в вашей жизни происходит, перестать кого-то винить и просто тихонечко просмотреть. Вы знаете, просто просканировать всю ситуацию, такой, какая она есть. и обязательно найти в себе что-то, в чем вы чувствуете себя не бегущими от чего-то, а спокойно. В чем естественность? В чем радость? Ведь, по сути, каждое живое существо стремится к радости. Каждое живое существо стремится к тому, чтобы любить, для того, чтобы быть любимыми. И представьте себе, это удивительно, но для этого ничего сверхъестественного делать не надо. Нужно быть только искренними, настоящими. Поверьте, это не всегда легко быть искренними. У меня иногда не получается, и я вижу, как я сбегаю. Но в какой-то момент я возвращаюсь, и я понимаю, что это очередная уловка. Я уверена, что вы тоже сталкиваетесь с такими состояниями. И самый главный инструмент – это инструмент радикального принятия. Потому что чем большую неудовлетворенность мы ощущаем, тем сложнее признавать свои недостатки. А теперь о радикальном принятии. Еще раз говорю, радикальное принятие – это никогда вот это плохо, вот это хорошо. Это просто. Просто принятие. Просто принятие той ситуации, которая сейчас есть. Я знаю, что у каждого человека она своя. Вот как описывает автор. То, что я называю радикальным принятием – это ясное осознавание происходящего внутри нас. Доброжелательное и любое движение к тому, что мы видим. Если мы отстраняемся от какой-либо части наших переживаний, если наше сердце исключает какую-нибудь часть нас или наших чувств, мы лишь усиливаем свои страхи и ощущения обособленности, что укрепляет транс неполноценности. Радикальное принятие разрушает само основание этого состояния, бросает вызов нашим обусловленным реакциям. Когда мы чувствуем физическую или эмоциональную боль, мы рефлекторно ей сопротивляемся. Причем не только деревенея и напрягаясь физически, но также ограничивая ум. Мы думаем, что не так, как долго все это продлится. Что с этим делать и уверены – это боль вследствие нашей никчемности. Физическая боль, например, может быть вследствие того, что мы не знаем, как заботиться о себе. Питание. Неправильно питаемся. Или не уделяем достаточное внимание физическим упражнениям. Из-за боли мы можем чувствовать себя жертвами. Возможно, боль говорит нам, что мы не можем полагаться на свое тело, что все всегда будет идти неправильно. Таким же образом, с этими критичными суждениями и историями, мы усиливаем эмоциональную боль. Чувство страха, гнева или зависти означает, что с нами что-то не так. Мы слабые и плохие. Когда мы теряемся в своих историях, мы утрачиваем связь с нашими непосредственными переживаниями. Убегая в будущее или перекрывая прошлое, мы забываем про живой опыт настоящего момента. Наше состояние транса неполноценности усиливается, когда мы думаем, надо делать больше. Или во мне нет цельности, мне нужно больше для счастья. Эти так называемые мантры усиливают это убеждение транса, что надо что-то менять. Транс неполноценности не позволяет вам ясно увидеть происходящее внутри вас и ожесточает. Наш взгляд искажен и сужен. В нашем сердце, наше сердце ожесточается против жизни. Опираясь на переживания настоящего момента, опускаем все наши истории и мягко принимаем свою боль и желание. Тогда начинает раскрываться радикальное принятие. Ясное видение часто описывается так. Это качество ума, которое точно распознает каждое мгновение нашего опыта. Поэтому, пожалуйста, в состоянии вот этого прекрасного, чудесного карантин, который, заметьте, дан фактически всей нашей планете, за исключением каких-то отдаленных участков типа Антарктиды, «Пожалуйста, будьте нежными и трепетными к тому, что с вами происходит в каждую минуту. Не бегите, пожалуйста, от себя. Пожалуйста, будьте максимально настоящими». Радикальное принятие – это то состояние, в котором вы максимально естественно осознаете все, что происходит. И для этого ничего сверхъестественного не нужно. Если вы чувствуете внутри себя боль, если вы чувствуете внутри себя раздражение, не бегите от этого, посмотрите, пожалуйста, в это. И однажды, в какой-то определенный момент времени, вы поймете, что именно вы имеете право выбора. Именно вы являетесь, можно так сказать, лекарем своей души. Именно вы выбираете драмы в вашей жизни или комедии. Пусть это происходит легко и расслаблено. Отпускайте тех, кто уходит без состояния обиды. Искренне радуйтесь тем людям, которые находятся с вами. Будьте благодарными, когда вы можете благодарить. Не сдерживайте слез, когда вам хочется плакать. И любите всегда. Любите себя. Потому что когда Иисус Христос сказал возлюби ближнего своего как самого себя. Он имел в виду, что все начинается только с нас самих. Я обнимаю вас крепко. И простите, если где-то я была слишком субъективной, потому что я тоже живу и каждый день сталкиваюсь вообще с разными штуками, с разными состояниями. И в какой-то момент я просто сажусь и думаю о май гад это я. Это вообще вот это вот все, что я тут сотворила. Это вообще просто просто как? Я думаю как ты могла? Это все. но оказывается могла. И вы могли. И мы все могли. И можем. Every day. Спасибо вам за то, что были здесь со мной. До новых встреч. Обнимаю. Пока. субтитры. Пока. Пока. Пока.